Ребята, как вы? У меня есть большая просьба от всего нашего завода. Оказывается, есть хитренькие люди, которые смотрят наш сериал, но не подписываются на канал. Почему не подписывайтесь? Я тумиспа. Подпишитесь. Не сложно же. Э, долбан! Извините, вы это мне, что ли? Чешак, Кишин, Абзал. Эй, ты! Как ты разговариваешь с директором, а? Равноправеденцы, и ты нагретит безы? Шеф, извините. Нормально все, Бека. Слушай, ты заходи. Там охранники в курсе, хорошо? Я сейчас зайду. Поговорю с этими дебилами, е-мое. Турникет откройте. А вы кто такая? Меня здесь ждут, сказали, что вы в курсе. Вот кто ждет, тот пусть и выйдет и встретит вас. Директор завода, что ли? Извините, но меня не предупреждали. С небес спустись. Ты кто такой, чтобы тебя предупреждали? Охранник обычный. И я не думаю, что директор должен отчитываться перед тобой. А вот и сам директор. Готовься увольняться. Ничего, дорогая, все нормально? Че, он что ли директор? Это же фантазер же. Че? Эй, долбан с ней не дептожцем? Ты равноправие не путай тут, хорошо? Какой нахрен равноправие, эй? Ты че себе нафантазировал там? Слушай, где твой напарник? Он на обед ушел. А че случилось? И потом, с каких пор ты тут главный, а? Слушай, эй, ты позвони своему напарнику. Он тебе объяснит все. Ты, походу, новенький, да, тут? Эй, какой-то там новенький, эй. Я здесь 10 лет уже работаю. Эй, вот не надо, Маран, 10 лет, оно много, хорошо? Ты лучше позвони своему напарню, он тебе объяснит. Позвони, ё-моё! Эй, че ты мне подмигаешь, эй? Че ты мне подмигаешь, говорю? А, у меня тихо, я уже нервен, че, понимаешь? Нет! Жан, ты че, не переживай так? Как, как не переживай, как не переживай, дорогая? Нормально все. Сиди кто-то, ё-моё, 10 лет, оно много. Роман, ты че? Это ж наш директор, это шеф наш. Ты че делаешь? Эй, какой шеф? Какой нахрен директор, Ерлан? Ты че? Эй, тебе говорю, это директор, сказали же, новый шеф. Ты че не знаешь? А что такое, эй? Эй, бля, Ерлан, я дым цюмбет мне, не улжаторманда. Эй, задолбал, потом обещаю, говорю. Шеф, простите, пожалуйста, это шеф наш. Проходите, шеф. Предупреди ему. Уволю нахрен, эй. Шеф, простите. У вас-то класс в столовой. Где все? А, они уже покушали, я их распустил на работу. Работают люди сейчас. И вот вас всегда так кормят? Ну, не всегда, конечно. Но директорам иногда же можно же. Ни хрена себе, это че такое? Бля, больно. Здрасте. Можно два пирожка с собой? Тамара Васильевна, а че это они стейки едят там? Сойтан, абиткови, с перловками, сосны, стейк жить не кать пися. Ну, давайте нам тоже стейки там, витамины. Он среди человека не вырастет из этого. А он худой вообще? Этот стейк кушает только директор. Ну и че, а он тут при чем? Он же не директор же. Так, взяли пирожки. Иди, я читала. Блин, Тамара Васильевна, как без людей объедаете? Ой, объедаете, блин. Обделяйте. А может, я объедаю, я тебя проспал. Все, все, все. Все, все, все. Что так люди возмущаются? Слушай, дорогая. Те, кто снизу, всегда возмущаются людям, которые сверху. Знаешь, знаешь, каких людей они любят? Таких? Успешных, перспективных. Таких, как ты. Конечно. Давай лучше выпьем, а? Давай. Кстати, вино, жалобрангот нашу. В Казахстане нету. Специально заказал. Для меня? Конечно. Ты всегда так баловишь? Вкус у него странный. Ну, это же вино же. Чем дольше стоит, тем она вкуснее. Здесь в субордое. Вот так прямо, потом направо. Тетя Тамара, что такое? Откуда взяли вино? А где ты сейчас я вино купила? Нету. Так, чай, пай, морс, там, там, компот, там, короче, нормально. Ну, вы же отравите нас. Так не делается же. Да какой отравить вы это каждый день пьете? Господи, о чем ты? Живы все здоровые. Да прям вкусно пей, морс. Ну вот, дорогая, снаружи я тебе показал завод. Пойдем, внутри покажу. Сон. Это, кстати, наша охрана. Здравствуйте. Я тебе больше скажу. В администрацию президента легче попасть, чем к нам на завод. Эй. Ни одна мышь не пройдет. Дорос, а? Я, я, Дорос. Ахмед. Ну, я думаю, с таким директором, как ты, и охрана будет. Директор? Да, директор. Что, первый раз это слово слышишь, что ли? Вот именно не первый. За сегодняшний день второй раз слышу. В смысле второй раз? Я вообще рот закрой, а? Давай, девушку пропусти. И не переживай, что она без спецовки. Я лично отвечаю. Я как-никак директор, понял? А, директор. Все, все, все. Ну, что ж, проходите, директор Мирза. Молодец. Учитель баланса на себе, Моро. Пойдем, дорогая. Чего там, ереки-то на штык-па? Им на аллерге не было. Сегодня все директори мы хотят стать, прикинь. А это па, бярблот, а? Безгодти просто ухпалан. Пойдем. Каннский, Каннский, смотри. Гитара для карликов. Вообще-то, это гавайская гитара. Была завезена на острова в середине 19 века. И называется она укулеле. Как? Укулеле? Укулеле. И что стоит? От 200 тысяч. Вы что, охулеели что ли здесь? Слушай, мы сюда пришли вообще по другому вопросу. У нас, короче, Кент, ну, он такой музыкой увлекается, там, знаешь, в наушниках всегда ходит. Вот что ему подарить можно здесь, а? Ну, если он постоянно в наушниках, может быть, ему подарить хорошие наушники? Нет. Ну, если он вам так дорог, то вы можете подарить ему хорошие колонки, электрические инструменты, микрофон для звукозаписи. В общем, вариантов много. Слушай, может, ты так сделаешь, а? Да, какую-нибудь бумажку нам выпишешь, чтобы наш Кент пришел и выбрал все, что захочет. А, вам сертификат. Ты нас не понял, да? Он же говорит, бумажку нам выпишешь, чтобы наш Кент пришел и выбрал себе, что хочет. Ну, это сертификат. Алло, укупник! Ты меня слышишь? Я говорю, на бумажку выпиши, чтобы наш Кент пришел и выбрал себе, что хочет. Медя, подожди. Походу, это одно и то же. Хорошо. Вам на какую сумму? Бабки есть, не переживай. На тысяч, двести, триста можешь сделать. Смело, молодой человек. У нас в среднем заказы делаются на 2-3 миллиона. Сколько? 2-3 миллиона. Сколько? 2-3 миллиона. Эй, вы в край здесь себе укулели уже. Медя, по идее, Кай рассказал, любые бабки даст. Главное, картину вытащить. Поэтому давай, оформляй там. Вы хорошие друзья, раз делаете такие подарки. А ты был хорошим музыкантом, укупник. Иди давай, оформляй бумажку. Э, 2-3 миллиона, е-мое. Звони давай кайре тебе, договаривайся. Охренеть. Вот, дорогая, это наша столовая. Здесь мы все кушаем. Давай, ты пока присядь. Я сейчас быстро. Спасибо. Сейчас я поговорю с поваром, хорошо? Здравствуйте, Айдар Канебаевич. Как у вас дела? Да вот, как директор завода. Привел девушку, чтобы показать нашу столовую. А что у вас с глазом? Тамара Васильевна, вы что, не можете мне подыграть, как будто я директор завода, что-то? Или завтра? И что завтра? Завтра здесь будут работать новые повара. Вам что, стейк или пасту? Вот это другой разговор, Тамара Васильевна. А что, у нас есть стейк? Ну, для директора завода у нас есть все. Ну, тогда стейк. Хорошо. Проходи, дорогая. Вот мой кабинет. Тут, знаешь, что-то этот... Мебель все старая, конечно, надо померить. А то все... Да нет, нормально. Только... Как-то пахнет странно. Кажется, не твой, да, парфюм? А, это же... Это же парфюм старого директора же. Такой стойкий, блин. Я сейчас окошко открою. Слушай, вот, видел этот шкаф? И что с ним? Я же сделал. Серьезно? Да. Ты не перестаешь меня удивлять. Прости. Все нормально? Нормально, нормально. Просто ты говоришь, вот, здесь все старое. Блин, надо поменять как-то. Как он здесь сидит, дамы? Кто сидит? Я говорю, сидел. А-а-а. Да. Черная икра для директора завода и его девушки. Спасибо. Пожалуйста. Жан, что, вас тут так кормят, что ли? Ну, я как-никак директор завода. Классные все. Море продукты. Нихрена себе. Ей, мам. Давай, за нас. Здрасте. Моросим, это что за фигня? Айдар девушку привел. А я не про девушку, я говорю. Что это у них тоже? Стейк, паста, там, он, то все. Вы как кулакхи, но сюда ходите, ходите. Сызны пирожки нызге, томе, галуатыр. Косы олышен, кайта, галуатыр отхан жоқ біз ба? Ну, пончились пирожки. Идите нахрен отсюда. Короче, так, не бывает, я на голодовку сяду, ну, него нафиг. И, мам, рог, примерно, якшай, вот, сонды, голодовку уже генес. Придурок, я про другую голодовку говорю. Пойдем все, до свидания. А, да. Идите отсюда. Приятного аппетита, мастер. Жан, а чего они тебя мастером называют? Ты ж, директор. Я не хотел тебе говорить, просто, ну, думал, не буду хвастаться. Наш завод по плану выполнял 300-350 тысяч тонн. А как я пришел, я сделал 3 миллиона. Оооо. Да, и поэтому они меня мастер, ну, учитель, типа. Жан, ты у меня такой классный. Ну, я не только в этом деле мастер, и в другом тоже. А, это мы еще посмотрим. Ладно, ну все. Приятного аппетита. Все. Идет, идет. От одной. От матери другой. Может, хватит, джигатир? Ладно, не урчи. Можешь, я порадовать хочу. Конечно. Самая лучшая радость для меня будет, если вы от меня отстанете сейчас. Че ты ноешь, братуха, ё-моё. Ты даже не знаешь, мы тебе хотим, этот, подарок подарить. Ну. Сколько можно, джигатир, говорить вам? Не нужны мне толстняки и подарки? Отвечаю. Ты же вроде музыкой, да, увлекаешься? Ну, да. Короче, на. Сертификат, лодка. Отгаду, гляди, чек, все есть. На 3 миллиона тенге в музыкальный магазин. И ты можешь взять на него все, что душа пожелает, понимаешь? В натуре. В натуре, в комендатуре. Помнишь раздевалку? Опа! Офигеть, пацаны, я не знаю, о чем, я не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить, не надо. Это же от души, от сердца, понимаешь? Просто принять. Блин, блин. Рахмет, пацаны, это... Это лучший подарок, который мне дали. Эй, лучший подарок будет, когда ты этот свой, как его, джиз грейми получишь. Базара нет. Все, братан, кайфуй. Получай от жизни удовольствие. Что хочешь, то и делай. Я буду тратить бабки. Рахмет, пацаны, отдыши. Конечно, родной, ты чего? Ты понял, Медя? Он теперь в ловушке. Он нам сейчас сто идей придумает за этот подарок. По-любому, братан. Я ему только что, когда сертификат давал, у него аж мурашки вот так пошли. Крепи. Нет, даже у его мурашек мурашки были. Он отвечает, что в шоке, да есть, нет? Даже его шок в шоке был. Ты совсем заработался. Вообще, как ты здесь со всем этим справляешься? Я горжусь тобой. Старай, старайся работать. Здравствуйте, можно? Эй, тебе что, блин, стучаться не учили, что ли, а? Выйди! Выйди, говори. Постучишь, потом разойдешь. Давай, давай, давай. У нас так-то. Да-да-да-да. Здравствуйте. Теперь можно? Да, говори быстрее. Давай-давай-давай. Давай-давай быстрее. Давай-давай. Тут у меня договор с подрядчиками. Нужна ваша подпись. Без вас никак. Да? Да. Сейчас дарим меточку. Да, блин, здесь ошибка же, е-мое. Исправьте, идите. Все, убрать договора, да? Все. Извините. Одни дебилы работают у нас вот так. Сложно, сложно, конечно, сложно. Ты же справляешься. Спасибо, Джан. Джан, ты посиди, хорошо? В уборную схожу. Ты это, располагайся, давай, нормально все. Только, знаешь, ничего не трогай, хорошо? Хорошо. Молодец. Только давай недолго. Конечно же. Дорогая, в общем, завод у нас большой. Все показать невозможно. И долго объяснять. Короче, пойдем ко мне в кабинет, я тебе сейчас его покажу. Ой, Жан, у вас так классно. Но что-то мне жарко. А знаешь, почему жарко? А почему? Потому что рядом с тобой огонь стоит. Дорогая, ты пока иди, я буквально через пару минут вернусь, хорошо? Хорошо. И мы покажем мне то, что ты хотела. Жду тебя в кабинете. Все, давай. О, Косячник. Мастер. Ты что сделаешь? Да, вот я работаю. Что-то живот заболел. А, живот заболел? Болеешь, значит, да? Да. А на вид не скажешь. Радостный такой на удивление. Да. Кстати, ты сегодня без косяков, молодец. Ну, старайся. Ты же знаешь, да, что мы на заводе должны все друг другу помогать. Да. Вот. Мне от тебя помощь нужна. А у тебя выбора нет мне отказывать. Понял? Без проблем. Что за помощь? Короче, я на завод девушку привел. Тебе нужно подыграть, типа, я директор завода. Ну, там, бумаги принесешь, типа, на подпись я подпишу, там, а нам, а нам. Ну, ты вообще понял, да? Бля. Чего, бля? Простите, мастер. Ну, я просто хотел у вас заранее попросить прощения, понимаете? Ну, короче, ко мне девушка приехала. И она думает, что я директор завода. И она сейчас в кабинете директора с вашей девушкой должны сейчас встретиться уже. Э, ты что, долбана, творил, а? Ты что, тварь? Мастер же не знал. Так, бездельники, что тут делаете? Шеф. Почему не на рабочем месте? Кто будет работать? Может, я вместо вас поработаю? А вы будете директорами? А? А, шеф, вы же сказали, что вы сегодня с женой будете. Да вот привел жену на завод. Хотел показать. Халай жумствительный, без курсин. Она же еще думает, что у меня тут молодая секретарша. Как ваша жена пришла? Да вот кабинет отправил. Сказал, там ничего такого нет. А, нет, шеф, давайте лучше я ей завод покажу. Не надо, я же говорю, отправил в кабинет. Блин, плохая идея. Почему? В общем, шеф, я заранее хочу у вас извинения попросить. А я перед вами. Жан, ты знаешь, о чем я мечтала все это время? Я мечтала поскорее остаться с тобой наедине. Твоя тигрица соскучилась. Хреновая тигрица. Ты вообще кто такая, а? А ты кто такая? Я кто такая? Я девушка директора завода, а ты? Че, бля? Он что, совсем вкус потерял? Изменять меня со всякими шмарами. Ну, он же с тобой встречался. Встречается? Во-первых, я его единственная и неповторимая. Слушай, единственная. Ты вообще в курсе, что у него есть жена? Жена? Да. Этот козел когда успел все это сделать? Тупица, да. Видно по тебе. Еще у него есть дети. Теперь понятно, почему он не хотел, чтобы я в Павлодар приезжала. Конечно, ты же у него крайний вариант. Он с тобой ради командировки. За языком следи своим. В смысле? Руки убери. Те, кто такая, а? Не надо меня цеплять. Убери свои руки. Фу, убери свои руки. Ты вообще... Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Это же кабинет директора, да? Да, что, не видно что ли? И вообще стучать учили вас или нет? Вообще-то это кабинет моего мужа. Приехали. Это овца Шмара, с тобой все понятно. Сколько он бухал, чтобы жениться на тебе. Слушай сюда, коза драная. Вы вообще кто такие? Я его девушка. А это Шмара, его любовница. В смысле Шмара? Кто Шмара? Ты вообще-то Шмара поняла? Шмары заткнулись обе? Кто такая, вроде запекать? Эй, ты как со старой женщиной разговариваешь? В смысле со старой женщиной? Руки убери, ты вообще кто-то так. Чучело огородное. Ты вообще... Ты вообще-то не увидела? Так, ты не увидела. Мнан, ты вот это вот видела? Вот это вот видела? Слушай, этот Ладно хотел бы педриться перед девушкой, что он директор. А ты куда лезешь? Что, тебе денег нету до гостиницу? Хочешь я дам? Не, Баке просто там такая ситуация. Ты заколебал. Хватит меня Баке называть. Жалкас Алиханыч. Тупица. Тупица. Всего трекуле время. Еще одна такая ситуация, я тебя уволен. Понял? Понял, понял. Все, ты уволен, иди отсюда. Я тебя сейчас уволю. Я тебе что сказал? Пусть ходит, работает. А из-за тебя чуть не развелся. Ну, главное, не развелись же. Из тебя шуба. Как шубу? Вы же взяток не берете. Это не мне. Женя, я должен извиниться за ваш косяк. А я тут хожу, хвалю вас. А вы подставляете меня. Иди, покупай шубу. Сейчас же лето. Зачем шубу? На зиму. Говорят, этой зимой тепло будет. Да хватит отмазываться. Иди. Асин? Давай, давай, давай. Активнее, активнее. О, моё, карстер. В натуре, говорят, оказывается, собака, ништяк залетает. Лёгкость кишкиная. Жесть, ты. Комедия, давно хотел спросить, ты вот этот пиджак хотя бы дома снимать? Чего он, провонял же уже. Я боюсь, что украдут его. Кто украдет? Я что ли? Мы вдвоем живем на хате. Ты что, катался, Медия? Я, Кана, что-то не понял. Что за хмылка нездоровая? Ты что, метишься на мой пиджак, что ли? А? Стырить его хочешь? Я стырить? Твой пиджак? Не, Медия, я понимаю, он красивый. Эй, он охуенный, понял? Да успокойся, что ты за пиджак теперь будешь базарить, что ли? А садись, смотри, кто звонит. Хорошие новости звонят. Имам Бечу со своей хорошей идеей, ты понял? Давай, выбери, выбери. Погромко, слава. Алло. Салам, пацаны. У алейкум, асалам. Каласин, роднуля. Слушайте, я все еще одушелен вашим подарком. Прям все классно. Э, родной, одушевый, е-мое, тамырчик мой. Только для тебя. Ты где, после вашего подарка у меня идея эта появилась? Чуть-чуть, давай, говори, говори. Эй, родей. Да, я думаю, нафиг мне все это надо. Завод это не мое. Я творческий человек. В смысле? Я сегодня сразу после вашего подарка написал заявление. Конечно, они меня долго уговаривали там. Я, короче, лечу в Алмату. Подожди, нахрена в Алмату? Ну, музыкой заниматься. Можно сказать, вы мне дорогу открыли. Респект вам, пацаны, за такой подарок. Спасибо. И этот, я номер телефона поменяю, потому что с завода будут звонить. Отговаривают туда-сюда, а у меня желания нет. А, этот, именно нет. У нас, короче, с медией, ну, просьба есть. Мы же тебе... Подожди, он сбросил. Сбросил, да? Я перезвоню сейчас. Я перезвоню сейчас. Я перезваниваю. Смотри. Медя, это получается, мы только что Кайрина 3 миллиона всосали, да? Ёб твою мать. Э, изначально чай-то было где ему музыкальную аппаратуру купить, а? Слышь, медиа, ты прежде, чем предъявлять, свой вонючий пиджак сними, но иди соспай, ешь же. Не, э, мой пиджак не трогай, я же про твою конголу молчу. Чего ты вот его сам не снимаешь, без конца, а? Чего не снимаешь? Ты знаешь, что я не снимаю, блядь. У меня лысина, у меня лысина, блядь. У меня из-за этого комплексы. Это твои проблемы, понял? Рот закрой, так что? Свой рот закрой, блядь. Свой рот закрой, сам закрой. Рот закрой. Чипсы, симу тебе? Сметана, лук. Дай, пахам. Джан, ты этот, прости меня, хорошо? Я все испортил, блядь. Да не переживайте так, я все понимаю. Не, ну эти истерички. Одна заявила, что твоя жена, вторая говорит, там есть дети, еще и приемные. Я думаю, когда ты успел? Да я просто хотел перед тобой показаться директором, понимаешь? И это как-то не получилось. Вот так вот. Лжас. Все, что не делается, все делается к лучшему. Мы на самом деле перегуляли. Да. Мне не важно, кто ты, простой инженер или директор, кто твой отец. Я знаю, что в этой жизни ты всего добьешься. Ты должен знать, я люблю тебя за просто так, за то, что ты есть. Все ясно. Что можно сделать, чтобы забыть о девушке? Найти другую девушку. Логично же. Где ее, мой? Может, целыми днями на заводе, братан? Давай с этого начнем. Красавица завода. Или что, боишься ее? Если конкретнее ее, да, конечно боюсь, е-мое. Нашему мастер-шуфу скажут, ну типа мы бывшие источники. Он же тупой, он поверит. О-с. О-с. Что тебе надо? Я встой погуляла. С одного удара вырубает. А кто ее, брат? Я? О-с. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»